...издает сейчас собрание сочинений Роя и Шареса Медведева. Это собрание, полное почти собрание сочинений, то есть туда войдут все основные наши книги, которые были написаны почти за 40 лет. Первая книга написана в 62-м году, значит, даже больше, чем 40 лет. И это 16 томов, вышло уже 5 томов. И я бы был рад, если эта книга найдет хороший спрос у читателей, у покупателей магазина. Туда вошли все произведения по истории, которые мы Шаресом писали на протяжении этих последних 50 лет. Ну, мы благодарны издательству «Время» за то, что они работают над этим собранием сочинений Медведева. Постепенно уже вышло 5 томов. 5 томов, куда вошли книги, написанные в 60-е и в 70-е годы. Следующие 11 томов включают в себя книги, написанные в последние годы Советского Союза и в первые 20 лет Российской Федерации. Мы продолжали писать и хотели бы, чтобы эта книга имела хоть небольшой успех у читателей. Я присоединяюсь к моему брату, что первые книги, которые входят в собрание сочинений Жареса и Роя Медведева, просто по уповедному порядку, были написаны в 62-м году. И первой книгой, которая входит в этот цикл, не в публикации, а которая была написана, это была книга «Подъем и падение» Трофима Дениса Силусенко. Она была написана в марте, в конце 61-го, в начале 62-го года. Затем Рой написал, начал писать, вернее, книгу о Сталине, к суду истории. Это первые книги, которые входят в это собрание сочинений. Ну, Рой Медведев сказал, что вошли книги, которые написаны нами с 62-го по текущий год. Это значит 50 лет, да, получается? 50 лет. 50 лет. Но, к сожалению, в это собрание сочинений не входят книги, которые были написаны Жаресом Медведевым на английском языке. Так, кроме книг, которые Рой Медведев писал на русском, и я на русском, так, существуют книги, которые Жарес Медведев, поскольку он оказался в Англии, писал на английском языке. Так, эта книга была бы интересна до настоящего времени, например, «Чернобыль», так, помните, такое событие существовало. Затем книга о Корбачеве была написана на английском языке, книга «Советское сельское хозяйство» была написана на английском языке, и некоторые другие. Но они в собрание сочинений не входят, потому что я не взялся за их перевод, и издавать здесь было тогда некому. Так что, эти книги, которые сейчас изданы, некоторые из них издаются впервые. Вот я, значит, привез с собрания сочинений на следующий том книгу «Уральская ядерная катастрофа». Она произошла в 1957 году, была засекречена десятки лет, о ней никто не знал, и в 1969 году я опубликовал книгу в Америке. Она переводилась «Уральская ядерная катастрофа», а взрыв на Урале «Хранилище отходов», сейчас это широко известно. Эта книга издавалась на английском языке только, и на русском выходит, вот сейчас, ну, второй раз выходит. Я ее писал на русском, поэтому русский оригинал существует, и ее можно было издавать в России. Ну, я что хочу сказать. В это собрание сочинений, может быть, войдут и книги, которые мы еще пишем, но я не гарантирую за Роя Медведева, а я пишу книгу, уже один дом с половиной написан, это называется «Опасная профессия», это эпизоды из нашей жизни, работы и, так сказать, встречи с людьми, это по типу воспоминаний, но это в основном книга о других, это не мемуары, это не автобиография, это книга о времени, о времени, там и Солженицын, вам знакомые, там и Сахаров, которого вы тоже очень любите, там, понимаете, и Капица, и Дудинцев, и многие писатели, Твардовский, Лакшин, вот, и иностранные ученые, и многие другие события, и которые доведут, я надеюсь, так, хронологию этих событий до, во всяком случае, до Путина, так, вот. Как дальше пойдет, это неизвестно. Я надеюсь, что это будет представлять интерес. Бо Александрович, а вы не пишете по какого рода воспоминательных вещей? Мои воспоминания, воспоминания. Ну да, ну да. Я сейчас пишу, так, у меня это в процессе работы. Нет, я не пишу. Это в процессе работы. Она публикуется, она публикуется в Нью-Йорке, в русскоязычной газете интернетовской, она публикуется в Киеве, в газете 2000, еженедельник очень хороший. Я привез некоторые, некоторые страницы, покажу, оставлю посмотреть. Спасибо. Жанин Сорочи, скажите, пожалуйста.